МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы удивитесь, когда узнаете правду о вещах, которые привыкли считать достижениями человека. Мы учимся у них тысячи лет, но всё равно не можем превзойти. Человек биологически достаточно несовершенный, достаточно слабый. Мы пытаемся их подчинить, но они всё равно сильнее нас. В этом маленьком существе сосредоточены все технологические процессы, которые мы пытаемся воспроизвести в промышленности. И человеку не остаётся ничего, кроме как воровать идеи у природы. Нижняя часть башни – это лепестки лили, а ствол башни уходит в мир. Как дельфины помогают нам видеть сквозь стены? Он вплоть до визуальной картинки может видеть, что там находится. А киты научили экономить деньги. До 20-25% мы снижали расход топлива, дизельного топлива. И правда ли, что скоро в закрытых лабораториях вырастят человека-паука? Бионика или, по-другому, биомиметика. В переводе с греческого – подражание жизни. Цель этой науки – взять у природы готовые идеи и воплотить их на благо человечества. Мы специализированы на том, чтобы ходить на задних ногах, брать предметы руками, смотреть на них, думать и разговаривать с другими. Но все остальные действия – быстрое перемещение, устойчивость к окружающей среде – всё это у других живых существ гораздо более развито, чем у нас. То есть человек биологически достаточно несовершенный, достаточно слабый. Официально бионика появилась в середине прошлого века в Америке. Но на самом деле человечество берёт знания у природы намного дольше. Но пока наши, казалось бы, грандиозные достижения на фоне оригинала смотрятся жалко. Наблюдая, как дерево или ствол, или, скажем, стебель сопротивляются нагрузкам, конечно, восхищаешься, насколько всё это мудро, тонко. Истребители, беспилотные самолёты, пассажирские лайнеры. Думаете, идеи этих машин принадлежат человеку? На самом деле вся современная авиация обязана своим появлением стрекозе. Наблюдая за этим насекомым, итальянский изобретатель Леонардо да Винчи задумал махалёт. Первый в истории летательный аппарат. Вообще вся авиация, вся авиация родилась у Леонардо да Винчи в голове, да? Это прежде всего летательные аппараты, у которых должно было быть внутреннее усилие для того, чтобы двигаться. Но в точности повторить полёт стрекозы не удалось даже великому Леонардо. Оказалось, что эти насекомые поднимаются в воздух вопреки всем известным законам аэродинамики. Или та же пчела. Доказано, что пчела не может летать. Если её описать математически, ну не может, в принципе, там соотношение совсем другой массы и крыльев. Она летает. И когда стали разбираться, сказали, что она не просто летает. Там крылья деформируются определённым образом, помогают летать. Она летает не просто, так сказать, как самолёт или как вертолёт. Она определённым образом приспосабливается к движению воздуха. Конструкцию машущего крыла Леонардо да Винчи подсказали летучие мыши. А изучение птиц натолкнуло его на создание дельтаплана. Потом был разработан и аппарат вертикального взлёта, предок современного вертолёта. За этими изобретениями всегда стояла природа. Леонардо сознательно у неё заимствовал и стал отцом бионики. Леонардо да Винчи был также хорошим анатомом. Он препарировал птиц, рассматривал траекторию их полёта, механику их полёта. И конструировал летательные аппараты на основе своих наблюдений. Например, орнитоптер – это механическое крыло птицы. И планер. Принцип птичьего крыла и сейчас используют в самолётостроении. Но наука в своих разработках до сих пор не приблизилась к эффективности птичьего планирования. Птица лучше приспособлена в плане манёвренности. Потому что птица может резко затормозить, резко поменять направление. За счёт того, что каждое перо представляет собой одну летательную поверхность, которая может раздвигаться и двигаться. Мало кто знает, но даже знаменитую «Мёртвую петлю» её автор-лётчик Пётр Нестеров подсмотрел у обычных голубей. Для пилотов это смертельно опасный трюк. А птицам ничего не стоит кувыркаться в воздухе. Хищных птиц – это сплошь и рядом. Причём, представьте себе, если бы самолёт кроме мёртвой петли, ещё надо было бы исполнить её, скажем, среди веток. Смог бы самолёт это сделать? Конечно, не смог бы. А птица может. Правда, попытки создать аппараты, которые вылетали как птицы, продолжаются до сих пор. Так, во Всероссийском институте авиационных материалов сейчас разрабатывают специальное покрытие для самолётов, которое будет практически живым. «Мы создаём материалы, которые имеют в своём составе датчики, которые позволяют контролировать состояние крыла. То есть, вот, допустим, делается крыло из композиционного материала, в этот композиционный материал внедряется оптическое волокно с бреговскими решётками. Это волокно информирует экипаж о том, какие предельные нагрузки на крылья». В последнее время авиаконструкторов заинтересовали бабочки. Оказалось, что эти насекомые, живущие на планете уже 200 миллионов лет, могут пригодиться в современном вертолётостроении. «Бабочек» – очень интересное и уникальное строение крыла. Оно основывается на каркасе, который состоит из жилок, и крыловой пластинки, которая тонкой плёнкой натянута между жилками. «Помимо этого, крыло покрыто мелкими чешуйками, которые друг на друга накладываются». Скопировав этот принцип, конструкторы создали революционное покрытие для лопастей боевых вертолётов, которое в разы увеличило их подъёмную силу. Но это ещё не всё, что мы позаимствовали у «Бабочек». Их разноцветные крылья мы повсюду носим с собой. Не верите? Достаньте любую купюру из кошелька и внимательно посмотрите на голограмму, которая наносится для защиты от подделок. Чешуйки «Бабочек» имеют очень сложное строение. Белый солнечный свет поглощается, а отражается только синий-голубой спектр. Данную технологию применяют как знак качества у денежных купюр, голографических каких-то изображений. И это ещё не самые передовые технологии, подсмотренные у природы. Радары. Они следят за безопасностью на аэродромах и военных кораблях. Прибор обнаруживает объекты на воде и суше, определяет расстояние до них, размер и скорость движения. Этот же инструмент даёт хлеб насущным сотрудникам ГИБДД. Работа радара и радиоакуационной станции заключается в следующем. Антенна излучает мощный высокочастотный сигнал в пространство. При наличии там каких-то целей сигнал отражается и принимается антенна. Далее поступает на цифровую обработку сигналов, где уже с высокой точностью определяются параметры этого объекта, координаты его, а также параметры движения. То, что радиоволны способны отражаться, в 1897 году обнаружил изобретатель радио Александр Попов. Но тогда практического применения открытию не нашлось. Между тем, в природе этот принцип успешно используется миллионы лет. Именно так ориентируются в пространстве летучие мыши. Летучая мышь даёт какой-то звуковой сигнал, он отражается от каких-то препятствий, и летучая мышь определяет, есть там какие-то препятствия или нет, и формирует у себя свою траектору движения. Эхо-локация развита у этих животных превосходно. Сотни летучих мышей ухитряются перемещаться в темноте в тесных пещерах и не сталкиваться друг с другом. Дело в том, что мыши безошибочно определяют эхо собственного сигнала и отличают его от звуков своих сородичей. Они могут в темноте ловить полно темноте насекомые, и им для этого глаза совершенно не нужны. Похожий принцип мы используем в радиоприёмниках, когда ищем нужную станцию. А мыши находят этот сигнал мгновенно. Даже огромные авиационные радиолокаторы, которые весят сотни килограммов и напичканы электроникой, работают медленнее природного механизма. Эти уникальные способности летучих мышей подсказали учёным идею компактного ультразвукового поводыря для людей, лишённых зрения. Приборчик будет подвешиваться на груди и указывать владельцу на преграды. Казалось бы, природе нужно ставить памятники за полезные изобретения. И на самом деле они уже стоят во многих городах мира. Здесь нижняя часть башни – это лепестки лилии, а ствол башни уходит в небо. Смотрите далее. Как дельфины научили нас видеть сквозь стены? А змеи помогут стать неуязвимыми. Ваша реакция какая? И правда, что скоро в закрытых лабораториях вырастет человека-паука? В коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шёлка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи. Смотрите продолжение через минуту. Это касается каждого. Каждый ребёнок, проходя по тоннелю или зданию с круглыми сводами, представляет, что находится внутри огромного животного или рыбы. И оказывается, такое сравнение совсем недалеко от истины. Конструкция, которую вы сейчас видите, основана на аналоге или на анализе работы позвоночного столба животных и человека. То есть элементы полностью моделировали работу позвонка. А небольшие уплотнители, которые располагаются между ними, они выполняли функцию межпозвоночных дисков. Символ Парижа и одно из чудес света Эйфелева башня тоже на самом деле стоит буквально на костях. В середине 19 века швейцарский профессор анатомии Херман фон Мейер исследовал бедренную кость человека и обратил внимание на её удивительную конструкцию. В том месте, где она входит в сустав, есть изгиб. Вот здесь получается, ну, у нас же человек стоит прямо, вот сюда вот, да? Давление происходит на головку. По идее, она должна вот здесь ломаться. Но почему же кости человека не ломаются? И более того, отличаются повышенной прочности. Они могут выдержать колоссальную нагрузку в 4 тонны. Оказывается, в месте соединения головка бедренной кости покрыта целой сетью более мелких косточек. Именно они удивительным образом распределяют нагрузку. Получается сложная пространственная решётка, которая очень хорошо воспринимает усилия. Её элементы направлены в различных направлениях. Так что она гасит усилия, которые воздействуют с любой стороны на кости. Пользуясь именно этими принципами, Густав Эйфель и построил свою знаменитую башню в Париже. Вот эти вот все решётки, которые передают нагрузку с одной части башни на другую, они работают по тому же принципу, что и структура кости. Отдельные стержни в этой конструкции работают в разных направлениях. То есть она является пространственной конструкцией. Точно так же, как и кость. Поскольку кость должна воспринимать усилия с разных точек, которые на неё направлены, с разных сторон, то и микроструктура кости отражает вот этот самый принцип. Эйфелева башня не единственное известное сооружение, идею которого подсказала природа. Задумайтесь, что делает наш скелет таким лёгким? Ведь даже у взрослого мужчины он в среднем весит всего 8 килограммов. Кость внутри полая, но она всё равно имеет там внутри какие-то перепоночки, какую-то вот внутреннюю вот эту вот жёсткость. Её можно тоже рассматривать как каркасную конструкцию. В принципе, из кости можно удалить какие-то наружные кусочки, и она всё равно сохранит вот эту вот трубчатую вот эту жёсткость. И точно так же Эйфелева башня, точно так же и Останкинская башня. Останкинская башня действительно у многих как кость в горле. Или даже целый скелет. Взгляните сами, не правда ли? Её структура напоминает суставы. Вот эти узелки, которые позволяют ей воспринимать нагрузку не всей, всей вот этой вот шпилю этому всему торчащему на 500 метров, а фрагментами, вот это то, что ей позволило столько простоять, пережить пожар и, в общем, до сих пор сохранять свою конструктивную целостность. Но во время строительства Останкинской башни архитекторы равнялись не только на структуру человеческого тела. Говорят, что Никитин придумал проект башни за одну ночь, а прототипом стала перевёрнутая лилия, то есть цветок перевёрнутой лилии, да? То есть нижняя часть башни – это лепестки лилии, а ствол башни уходит в небо. И такое заимствование позволило обойтись практически без фундамента. Это стало возможным благодаря тому, что нижняя часть башни в три раза тяжелее верхушки. Знаменитый оперный театр в Сиднее тоже дань бионике. Посреди океана вырастают то ли лепестки, то ли носы кораблей. Внутри них находятся залы. Архитектор этого бессмертного творения, датчанин Йорн Отсон, в своё время наслушался в свой адрес много нелестного. Когда этот театр был только построен, он вызывал большие споры у местного населения, и люди воспринимали его отрицательно часто. То есть он напоминал какие-то когти, каких-то, так сказать, чудовищ, которые вылезли из моря на берег. На самом деле архитектора вдохновили раковины моллюсков. Но такой же идеальной акустики ему добиться не удалось. Залы ракушки даже пришлось перестраивать. Мы надеялись на то, что сама форма раковины создаст идеальные акустические свойства. Но потом оказалось, что это не совсем так. Поэтому внутри эти оболочки были скорректированы. Сделали ещё вот эту внутреннюю оболочку, которая как раз и стала резонатором. Современные небоскрёбы и фабричные трубы по строению повторяют колоски злаков. Стебли этих растений выдерживают огромные нагрузки. Не ломаются под тяжестью соцветий и порывами ветра. В Шанхае уже строят целый город-башню высотой больше километра. Она должна вместить 100 тысяч человек. В основу проекта положили принцип конструкции дерева. Ветер будет проходить сквозь верхние этажи, как сквозь листву, не расшатывая конструкцию. А её фундамент уходит не в глубину, а в стороны, как корни дерева. Облицовывать здание будут специальными пластинами. Часть его поверхности одновременно является солнечными батареями. Так же, как, например, у дерева, когда оно всё покрыто этими солнечными батареями. Но природа не только инженер и архитектор. Многие мелочи, которые делают нашу жизнь приятной, когда-то тоже были взяты у неё. В 1941 году швейцарский изобретатель Жорж Денестраль, прогуливаясь с собакой, обратил внимание, что к шерсти животного пристал репей. В итоге была придумана знаменитая застёжка-липучка. Изначально липучки использовались в такой одежде, можно сказать, рабочей. Это были костюмы астронавтов, которые совершали космические полёты. Ну, а впоследствии это перешло в спортивную одежду. В другой застёжке молнии на самом деле использован принцип строения птичьего пера. Перо, если его тоже рассмотреть под микроскопом, каждая ворсинка, каждая частичка крыла имеет крючочки, которые цепляются один за другой. Первая застёжка молнии была придумана в конце 19 века. Она была запатентована как застёжка для обуви. И к ней прилагалась инструкция на двух страницах. Кстати, удобная зимняя обувь с широкой подошвой, которая не проваливается в снег, повторяет по форме лапы североамериканских зайцев. Лапа так устроена, что они могут бежать быстро по снегу и не проваливаться. Альпинисты всего мира должны быть благодарны горным козам. К примеру, шипы на альпинистских ботинках – это некое подобие, то есть они навеяны по своей структуре копытами, строением копыта горной козы, которые приходится часто лазить по скалам и которые никогда оттуда не падают. Российские изобретатели пошли дальше. Как сделать так, чтобы альпинист, сорвавшийся с утёса, не разбился? Подвигло то, что в своё время лазил по горам и получал массу травм. И хотелось найти решение, как я всегда в жизни находил решение, и очень долго искал материал, который бы, по-моему, на мой взгляд, защитил бы. Что это за материал, изобретатель Саид Губайдулин не раскрывает. Это коммерческая тайна. Но, признаётся, идею он позаимствовал у змеи. На самом деле, ткань действительно напоминает змеёный чешуёк. За счёт структуры ткани, она такая сделана ребриком, создаётся на святую иллюзию, что это похоже на змеёную кожу. Там настолько органично сделана эта защита, чешуйка заходит под чешуйку, и чешуйка страхует вторую чешуйку, третью, четвёртую. Благодаря такому строению, костюм удалось сделать лёгким, а человека в нём практически неуязвимым. И это нетрудно проверить. Ну вот, можете смело положить тыкву и, так сказать, проэкспериментировать. Накрываем тыкву костюмом, берём биту и... Тыква осталась абсолютно целой. А теперь посмотрите, что с ней произойдёт без такой защиты. Ну что, теперь можно ударить и без куртки. После такого наглядного эксперимента можно попробовать испытать костюм на себе. Сейчас мы продемонстрируем то, что вы лично делали на тыкве, мы поработаем с вашей спиной, и вы дадите свою собственную оценку. Ваша реакция какая-то? Какая-то, как будто массаж делается. Смотрите далее. Как дельфины помогают нам видеть сквозь стены. Он вплоть до визуальной картинки может видеть, что там находится. А киты научили экономить деньги. До 20-25% мы снижали расход топлива, дизельного топлива. Что за пауки участвуют в создании универсальных солдат? В коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шёлка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи. И не истребим ли мы себя, пытаясь улучшить матушку природу? Не пропустите! Реклама пролетит быстро. Во время Первой мировой войны английский флот был разгромлен немецкими подводными лодками. Морякам просто не удавалось вовремя обнаружить опасность. Специальных радаров тогда не существовало. Вместо них военные использовали так называемые гидрофоны. Эти приборы, по сути, были ушами корабля и должны были находить вражеские лодки по шуму грибных винтов. Вот только эти уши были глуховаты. Они были малоэффективны, потому что, когда корабль, подводная лодка идёт, у него, у самой лодки есть свои помехи. Решить эту проблему снова помогла природа. Инженеры придали гидрофонам форму ушных раковин тюленей. И случилось самое настоящее чудо. Сегодня на лодках и на дизельных, и на атомных есть целый гидрокусидский комплекс, который автоматически обнаруживает цели, автоматически определяет дистанцию до цели, автоматически определяет, какой класс корабля. А способность китов и дельфинов издавать звуковые сигналы и улавливать их отражение помогла в создании эхолотов, специальных приборов для измерения глубины водоёма. Вот посмотрите, у дельфина существует так называемый меланд. На самом деле это не лоб, это жировая линза. Это передающая антенна. Принимающая антенна – это нижняя челюсть. Нижняя челюсть дельфина. Вот. Принимается сигнал, перерабатывается мозгом дельфина, и он вплоть до визуальной картинки может видеть, что там находится. Ну вот таким образом был, собственно, изобретённый холост. Конструкторы современных кораблей многим обязаны китам, которые теперь помогают океанским лайнерам экономить топливо. Далеко ходить не надо, обратите внимание на нашу лодку и на все атомоходы, в какой она конфигурации, особенно нос лодки. Обязательно это даже правильный вопрос. Это действительно он похож на нос кита. Естественно, это учитывали. Почему? Потому что, когда лодка развивает скорость в подводном положении, вот это обводы, они помогают как раз развивать скорость. Американские подводные лодки «Скрипджек», которые по форме напоминают тонца, одни из самых быстроходных и маневренных в мире. Кальмары и осьминоги вдохновили учёных на создание скоростных и экономичных двигателей для кораблей. Сейчас их разрабатывают сразу несколько лабораторий. Ведь принцип движения этих морских обитателей отличается от всех других животных. Это 70 км в час они могут развивать скорость. А заключается в том, что он, когда впитает воду, выбрасывает струю воды. В этом плане идёт движение у него. Но больше всего учёных удивили дельфины. Эти животные могут плавать со скоростью свыше 50 км в час. Они даже способны обгонять катера. Секрет этой быстроходности долго не удавалось разгадать. Ведь мышцы дельфинов, казалось бы, физически не способны развивать такую скорость. Учёные изучали строение дельфинов, сделали модель аналогичную телу дельфина. И, исследуя гидродинамические свойства, поняли, что, в принципе, для получения такой скорости, модели, созданной модели, тело дельфина должно обладать мышечной массой в раз 10 больше, которая есть на самом деле. Тайну дельфинов разгадали советские биологи Владимир Соколов и Авенир Томилин. Как выяснилось, всё дело в строении кожи этих млекопитающих. Дельфин, когда достигает своей максимальной скорости, мы раньше отмечали, что это более 50 км в час, сама кожа дельфина начинает издавать определённые вибрации, волновые идут складки, которые сами гасят эти вихревые потоки. Эти знания оказались очень полезны инженерам. В 1960 году немецкий учёный Крамер изобрёл покрытие по структуре, повторяющее кожу дельфинов. Так появилась новая обшивка для быстроходных кораблей. Подводники получили идеальное оружие. Торпеды, обтянутые этим материалом, двигались в полтора раза быстрее, а подводные лодки – в два с половиной раза. И благодаря этому мы получили скрытность, увеличение скорости, уменьшение сопротивляемости и экономия расхода горючего. До 20-25% мы снижали расход топлива. Потом имитации кожи дельфина начали выстилать трубопроводы, по которым перекачивают воду и горючие газы. А вот строение кожи акулы неожиданно пригодилось в медицине. Оказывается, к этим хищницам не пристают бактерии. Такой способностью не обладает больше ни одно живое существо на Земле. Одна из западных компаний уже разработала уникальную антибактериальную пленку, повторяющую акулью кожу. Скоро ее начнут использовать в операционных, а еще покроют ею кухонную бытовую технику и разделочные доски. Недавно о революционной разработке объявили израильские ученые. Они создали аппарат, который добывает кислород из воды. Изобретение получило название «Словно рыба». Хотя на самом деле оно безнадежно проигрывает органам дыхания рыб. Чтобы обеспечить человека минимальным запасом кислорода, установка должна перерабатывать по 200 литров воды в минуту. А из-за больших размеров пока ее можно использовать только в лабораториях. Либо мы можем ставить ему вместо обычных легких их удалять, имплантировать искусственные легкие, и их уже подключать к какой-то системе получения кислорода из воды. Либо мы можем использовать какие-то биологические аналоги. Нам, во-первых, нужно будет получить еще дополнительно, взяв ее, может быть, у кушелота, возможность запасать огромное количество кислорода во всем нашем организме. В природе механизм подводных погружений давно придуман и доведен до совершенства. Причем не только у рыб. Пауки-блестянки. Возможно, именно эти насекомые когда-то подтолкнули человека к созданию водолазного костюма. Пауков-блестянок, ну и многих других пауков, тело покрыто волосками. И когда паук-блестянка опускается в воду, то волоски держат это поверхностное натяжение в пленку воды вокруг своего тела. И погружаясь, этот пузырек смыкается и захватывает с собой воздух. По такому же принципу было построено и первое снаряжение для подводных экспедиций. Перевернутый металлический цилиндр, так называемый водолазный колокол, еще в начале 17 века использовали, чтобы поднимать сокровища с затонувших кораблей. Усовершенствовал эту конструкцию знаменитый астроном Галей, в честь которого назвали комету. Все он состоял непосредственно из самого колокола, из двух гибких шлангов кожаных, по которым доставлялся воздух, и двух емкостей со свинцовыми днищами, которые попеременно непосредственно в колокол доставляли воздух. В 1943 году известный путешественник, а в будущем и телеведущий Жак Ив Кусто, вместе с товарищем Эмилем Ганьяном, создали первый безопасный аппарат для подводных погружений. Аквалан. Но даже самые современные модели позволяют человеку находиться под водой не более трех часов. А пауки-блестянки могут проводить в воздушном пузыре сутки и ни разу не подниматься на поверхность. Но как такое возможно? Недавно немецкие биологи выяснили, пузырь пауков-водолазов работает как жабры. Волоски на ногах этих удивительных пауков вдохновили ученых на создание уникального материала. Это можно будет делать за счет изменения на наноуровне свойств этой поверхности, так, чтобы вода просто не отталкивалась от этого материала. Новый материал отталкивает горячую и холодную воду. А если его доработать, то и масло. Более того, он сам очищается. Новинки уже прочат блестящее будущее. Вы можете совершенно спокойно валяться в грязи в вашем выходном костюме или платье. И одежда нисколько не испачкается, как только вы из этой грязи выйдете. Через полминуты вся грязь сечет, и вы будете опять совершенно чистым. Интересно, можно ли это свойство как-то генетически передать с нашим детям, чтобы то же самое происходило и с ними. Тогда можно будет совершенно спокойно маленького ребенка отправлять на детскую площадку. И даже если он перемажется весь с ног до головы, просто его можно будет потрясти, и через полминуты он уже опять чистый. Человек начал гонку вооружений с животными. И у них уже есть большое преимущество. В этом маленьком существе сосредоточены все технологические процессы, которые мы пытаемся воспроизвести в промышленности. Сможем ли мы создать человека-паука? В коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шелка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи. И не истребим ли себя, пытаясь улучшить матушку природу? Смотрите далее. Будет интересно. Датчики, реагирующие на движения, оказались очень полезным изобретением. Их устанавливают на осветительные приборы для экономии электричества, используют в охранных системах, чтобы отслеживать ворот. Мало кто знает, что эта технология родилась благодаря обычным лягушкам, а точнее, их глазам. Прекрасно реагируют, если в поле зрения клетки маленький объект какой-нибудь черненький, контрастный, движется. И вот тогда клетка бурно реагирует. Они такие клетки назвали детекторами жука, детекторами теории пятнышка. И предположили, что вот такая клетка прямо запускает охотничью реакцию. Что же это за клетки? И как они реагируют на движение? Российские ученые поставили эксперимент на самых обыкновенных карасях. Ведь глаза этих рыб похожи по строению на глаза лягушек. А самих рыб изучать удобнее. Рыба смотрит сквозь прозрачную стенку аквариума на картинку, которую мы сейчас ей показываем на мониторе. И этот глаз правый посылает свои сигналы в левую часть мозга. Импульсы передаются на экран осциллографа. Вот живые, так сказать, импульсы. Прослушиваем их при помощи громкоговорителя. Сейчас вы услышите их. О! Слышите, какие у них голоса, да? Несколько лет назад биологи обратили внимание на строение глаз мечехвоста, небольшого обитателя тропических морей. Оказалось, что он все видит словно в контрасте. То есть темное для него темнее, а яркое ярче. На сетчатке мечехвоста был найден очень интересный принцип так называемого латерального торможения. Любая граница, где есть перепад яркости, он будет подчеркнут, полосочкой такой чарненькой обведен. Благодаря этому открытию инженеры создали электронное устройство, копирующее глаз мечехвоста. Его используют для расшифровки рентгеновских снимков и фотографий, сделанных с самолетом. Но самым необычным зрением обладают гадюки и гремучие змеи. Эти создания находят добычу даже в полной темноте. Многие змеи имеют способность видеть инфракрас. У них есть некий специальный рецептор инфракрасного излучения, которым они могут это излучение чувствовать. Это же необычное свойство было использовано человеком в приборах ночного видения. Кевлар. Этот материал официально признан самым прочным в мире. Когда-то Кевлар произвел самую настоящую революцию в нашей жизни. С 60-х годов им укрепляют автомобильные шины и кабели, вплетают его в ткани, делая их сверхпрочными. С 70-х годов Кевлар стоит на вооружении. Именно из него делают современные бронежилеты. Нить аромидная в три раза прочнее, чем ста. Если сравнивать бронежилеты в стальные, если сравнивать бронежилеты в тканевые, конечно, предпочтение уже много десятков лет отдано тканевым бронежилетам. Это более легкое и более прочное изделие. А в нашей стране налажено производство так называемого углепластика, который ничем не уступает знаменитому Кевлару. Создание такого материала – очень трудоемкий процесс. Начинается все здесь. Этот пряденный раствор загружается в бак, который обогревается для того, чтобы подготовить раствор, довести его до необходимой температуры. Также здесь происходит обеспоздушивание раствора, потому что надо удалить любые мельчащие пузырьки воздуха, чтобы они не мешали процессу прядения. Данный процесс можно сравнить с тем, как паук придет в свою паутину. Этот полуфабрикат, который выглядит как жгут, на самом деле состоит из шести тысяч тонких нитей. Затем это волокно наматывают на бобины, пропускают через парафиновые ванны, где оно затвердевает, и обрабатывают специальными химикатами. Но этот, казалось бы, неуязвимый материал все равно проигрывает обычной паутине. Она в три раза прочнее пуленепробиваемого углепластика и в 15 раз прочнее стали. В пересчете на один квадратный миллиметр сечения паутина позволяет выдерживать 260 килограммов веса. А если сложить шесть тысяч нитей паутины, подобно тому, как на этом производстве получают волокно, то получится самый совершенный материал. В этом маленьком существе сосредоточены все технологические процессы, которые мы пытаемся воспроизвести в промышленности. В последнее время ученые даже начали добавлять шелк, сплетенный пауками в ткань для бронежилетов. Но в идеале эта защита должна полностью состоять из обработанной паутины. Несколько лет назад, изучив ДНК пауков, ученые пытались создать искусственную паутину, но по прочности она все равно уступала оригиналу. Казалось бы, единственный выход – разводить пауков на специальных фермах, но по признанию специалистов, это слишком дорого и неудобно. Пауков разводить на паутину очень сложно. Конечно, китайцы научились делать это с тутовым шукопрядом, но это очень много тысячелетий, не могли никак повторить это сложно. Американские ученые подошли к этому вопросу творчески и наладили выращивание генномодифицированных коз. И сейчас в Америке на одной из секретных баз, где раньше хранили ядерные бомбы, сейчас в этих ангарах выращивают коз, которые производят паучий белок. Из него уже можно делать волокна для бронежилетов, для брони, для каких-то еще целей. Но понятно, что тот же самый белок можно ввести и человеку. И именно такую цель поставили перед собой голландские ученые. Они пробуют создать человека-паука. Смотрите в финале программы, когда на Земле появятся универсальные солдаты-мутанты. В коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шелка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи. И как они смогут отрастить ноги, руки и голову? А также военные операции будущего. Быстро и без крови. Не пропустите. Смотрите в финале программы, когда на Земле появятся универсальные солдаты-мутанты. В коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шелка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи. И как они смогут отрастить ноги, руки и голову? А также военные операции будущего. Быстро и без крови. Человека всегда прельщала идея стать неуязвимым, как супергерой. Ученые выяснили, человеческая кожа образует удивительно прочное вещество, если ее соединить с паучьим клеем. В итоге был придуман новый пуленепробиваемый материал в несколько раз крепче кевлара. Пока новая разработка даже не получила названия. Однако в планах у изобретателей уже создание универсальных солдат. Можно сделать человека, у которого в коже будет экспрессироваться вот этот вот белок паучьего шелка, который обеспечит очень большую прочность нашей кожи, так что мы не сможем ни порезаться, ни как-то еще случайно повредить себя. Кроме того, новое вещество пригодится в медицине. Когда-нибудь с его помощью можно будет заново отращивать конечности. И это только одно из революционных открытий, которыми медицина обязана природе. Шприц. Это изобретение появилось в 1853 году. Считается, что его независимо друг от друга создали сразу два человека. Француз Шарль Правас и шотландец Александр Вун. А название новой вещи дали немцы. Оно означает «брызгать». Первые шприцы делали целиком из металла. Стекло стали использовать в 1894 году. А одноразовый пластиковый шприц был запатентован только в середине 20 века фармацевтом из Новой Зеландии Колином Мурдаком. Шприц представлял грандуированный цилиндр, конус на который одевался наконечник с иголкой, и поршень, который, собственно, непосредственно толкал век. Но на самом деле это изобретение уже существовало в природе. Зубы кобры или хоботки пауков – это самые настоящие шприцы, начиненные ядом. И этот механизм работает безотказно. Они с помощью специального хоботка вкалывают жертву яд, который переваривает, ну, желудочный сок, который переваривает жертву изнутри. Затем через некоторое время он возвращается, вкалывает обратно и высасывает уже переваренные питательные вещества от себя. Киевские ученые готовятся совершить прорыв в анестезии. Они предлагают во время хирургических операций вводить людей в спячку, как медведей и сусликов. Собственно, у них специалисты и подсмотрели этот метод. Спячка – это состояние защиты организма от каких-то неблагоприятных условий. Суслик, медведь, еж, рыба – всем, которым это состояние присуще. Перед тем, как впасть в это состояние, они создают для себя замкнутые условия. То есть нора, которую входят, из которой забивают. И таким образом состоятся вот такие условия, где концентрация углекислоты выше, чем в обычном нормальном естественном состоянии. В науке это состояние называется гипобиоз. И, по мнению ученых, этот способ со временем заменит вредный для организма токсичный наркоз, который применяют медики. Если это сравнить с движением на дороге, можно перегородить дорогу, и машины перестанут ехать. Но мы таким образом образуем затор. И этот затор потом создаст пробку, которую для того, чтобы потом рассосать, для того, чтобы ее потом разрулить, нужно очень много времени, соответствующие жертвы и так далее, и так далее. А можно процесс на дороге просто притормозить. Но ведь человеку спячка не свойственна. Однако ученые заявляют, тот же литургический сон – это и есть состояние гипобиоза. И даже обычный сон – это тоже легкая форма спячки. Когда человек перенес какие-то либо нервные потрясения, либо какие-то травмы, которые могут повлечь за собой то, что человек впадает в такое состояние пониженной жизнедеятельности, и на неопределенное время, то есть это может быть пару часов, сутки, месяца, и даже известный случай года, когда человек уходит в такое состояние. И, кажется, специалисты нащупали тот самый переключатель, который заставит человека впадать в спячку. Им оказался углекислый газ. Все считают так, что углекислота – это углекислый газ, который мы выдыхаем, который является конечным продуктом, и организм должен как можно быстрее сбавиться. Было обнаружено, что если в атмосфере, в котором находится или человек, или животное, полностью убрать углекислый газ, то через некоторое время организм угнетается и погибает. То есть не так уж это и конечный продукт, от которого нужно как можно быстрее избавиться. То есть какая-то роль его есть, измечение его есть. При переизбытке углекислого газа все процессы в организме замедляются. И, оказывается, ввести в гипобиоз любое существо, включая человека, очень легко. Эксперименты на крысах показали. Достаточно на два часа посадить грызуна в герметично закрытую банку и плавно понижать температуру. Животное в течение двух с половиной, трех часов понижает свою температуру тела на 20 градусов. Внешне ничем не будет отличаться от мертвого животного. То есть практически обездвижено, никаких реакций, ни болевых, ни двигательных функций, ничего нет. И если в этот момент проводить хирургическую операцию, она будет практически бескровной. Ну разве не чудо? Представляете, мы на крысе сделали и такие сложные операции, как ампутирование конечностей, как удаление одного легкого, удаление доли печени, операция на желудке. И животное без какого грамма химического наркоза. То есть это все делалось в состоянии искусственного гипобиоза. Ученые заявляют, в будущем таким способом можно будет не только проводить все необходимые операции, но и отправлять человека в дальние космические полеты. Кроме того, можно будет научиться сохранять и человеческие органы, и человека целиком, для того, чтобы в будущем можно было бы его вернуть к жизни, и при этом разрушения никакие происходить в организме не будут. Природа действительно может нас многому научить. И разумное применение ее знаний открывает перед людьми поистине безграничные возможности. На сегодняшний день создания природы, они сравнимы по своей сложности с тем, что создает человек. По сложности, по влиянию на Землю мы примерно находимся сейчас на одном уровне, у нас паритет. Но в будущем, естественно, развитие так называемой антропосферы, то есть того, что создал человек, оно превысит масштаб, потенциал биосферы. И биосфера станет каким-то частным случаем. Как сейчас в городах, парки занимают какое-то небольшое место. Но главное, чтобы мы в желании улучшить то, что создавалось в течение миллионов лет и прошло длительный отбор и эволюцию, не заигрались и не почувствовали себя теми, кому все позволено. Ведь человечество привыкло пользоваться мудростью природы в корыстных целях, превращая многие знания в оружие массового уничтожения. Поэтому, возможно, самые важные открытия мы сделаем, когда будем готовы к этому духовно.